Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, продолжаем разговор о молодежи, о том, что вы, парень или девушка, уже познакомились, и вы узнаете друг друга, задавая вопросы и наблюдая о том, как вы относитесь, или ваш будущий друг, подруга, муж, жена, к животным, природе, к людям. И вот теперь следующий этап, это наблюдение за тем, как ваш друг, новый, относится к деньгам. Это очень важный момент. К деньгам и к материальным ценностям. Если он беспечен, если он к деньгам не родив, если он их швыряет направо-налево, там, где можно не потратить, там их тратят, это минус. Но если он скуп и жаден, это то же самое. Это тоже очень большой минус. Наблюдать надо о том, как и на что, и какие ценности превалируют у человека. У человека, конечно, должны быть и духовные ценности, это очень важно. Должны быть и материальные ценности, это тоже важно. Но в этой иерархии материальных ценностей вы должны наблюдать, а что важнее. Если для вашей подруги или друга важен дорогой мобильный телефон, это минус. Если он просто хочет показать внешнюю дороговизну, новизну этого телефона, это минус. Если он покупает дорогие часы или украшения, а заработок ни родителей, ни его, ни ее не позволяет этого, это расточительность. Быть надо очень-очень осторожными с такими людьми. И иногда можно сделать эксперименты, понаблюдать, как ведет себя этот человек в нестандартной ситуации по отношению к деньгам. К примеру, вы можете сказать, что вот сегодня у вас оказалось нет денег и не на что жить или что-то там купить. Проявит ли ваш друг сострадание и займет ли он у кого-то деньги ради вас? Это тоже очень важный момент. И просто спрашивайте, а что важного, ценного в жизни материальном есть у вашего друга? Как бы он поставил на первое место, скажем, автомобиль или квартиру? На первое место одежду или мобильный телефон? На первое место большой телевизор или компьютер, или, скажем, поездку на отдых. И наблюдая за человеком, за его отношениями к деньгам и к материальным ценностям, вы будете открывать его внутренний духовный мир в том числе. Подсуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.